Эти кадры сделаны очевидцами необычной ситуации. Напротив 17 лицея водитель Форда уснул прямо во время движения. Бдительные северодвинцы разбудили рулевого и вызвали наряд ДПС. Я в нормальном состоянии, я просто очень устал и хочу спать. Я не спал двое суток и хочу спать, поэтому я в таком состоянии не собрал. Зачем за руль сели? У меня как-то было сработать, я говорю, доехал. Тест на употребление алкоголь выявил. Парень чист. Впрочем, северодвинские медики говорят, в некоторых случаях определенные виды веществ пока выявить сложно. Под действием наркотиков человек может вести себя невменяемо и даже агрессивно. Или наоборот. Это может быть заторможенность, сонливость, это может быть состояние сна. Бывает амнезия, бывает нарушение памяти. Свидетели говорят, у уснувшего парня были расширенные зрачки. Расширенные и суженные зрачки могут быть в разной ситуации у любого человека. Но вот когда у человека идет нарушение со стороны глазодвигательных нервов, когда идет сужение и расширение зрачка и отсутствует реакция на свет при расширенном зрачке, например, это заставляет уже о чем-то задуматься. Водителя Сони инспекторы отпустили и попросили выспаться перед следующей поездкой. Более 300 тысяч ущерба причинили неизвестные любителю зимней рыбалки. Сегодня ночью из гаражного кооператива «Волна» неизвестные похитили снегоход. Вчера я был здесь, было все чисто. А сегодня, пожалуйста, пришел, увидел, вызвал ребят. Они уже вызывают службу. Следственная группа выехала на место преступления. Полицейские осмотрели дверь, следов взлома не обнаружили. Возникло несколько версий, как преступники проникли в помещение. Возможно, использовали копию ключа. Сейчас устанавливаются все факты, опрашиваются свидетели. За такое хищение злоумышленникам грозит уголовная ответственность. Эта авария выглядит серьезнее, чем кажется. Автобус 133 маршрута двигался по Советской. При повороте на Гагарина тяжеловес зацепил легковой автомобиль. «Шевроле» получил незначительные повреждения. Главное, ни водители транспортных средств, ни пассажиры не пострадали. Чуть позже, пытаясь объехать образовавшийся затор, в снежном плену оказался заказной автобус.